флорариум это прекрасно это зелень это сочность это интерьер но тем не менее каждому из нас периодически начинает хотеться завести какую-нибудь зверюшку и почему-то есть мысли о том что флорариум можно держать только кого-то огромного давайте разберемся сегодня так ли это всем привет с вами мария компания florarium plants и сегодня мы будем говорить начнем вернее говорить о животных во флорариумах на примере наших питомцев и так на самом деле животных которых можно содержать в флорариумах огромное огромное количество и начиная от лягушек ящериц фельзума гекконов тропических крабов богомолов и пауков но поскольку сейчас у нас такой век когда на всех интересует что-то мелкое то мы будем говорить о мелко наш сегодняшний выпуск будет посвящен богомолам конкретно в данном случае у нас живет рахидейный богомол мы на самом деле не мега специй отправим вас в группу где ими профильно занимаются но мы уже потренировались на нескольких видах и можем что-то про них рассказать значит давайте начнем с того что с чего появилась эта идея у нас с гошей идея фикс о том что должно быть все красиво в идеале биотопно но это не всегда достижимо и это называется окружение животного и доставание ему комфортных условий данные флорариума у нас будут пустые в продаже их можно сделать на мастер-классе в общем-то это небольшой паучатник в котором уже продумана вентиляция у нас уже есть несколько подобных образцов вот у нас здесь есть красивый мальчик собственно они вот такой это взрослый особь называется она и мага чем они интересны значит природе эти богомолы имитируют цветки растений не просто так они называются орхидейные они выглядят как можно прямо садить на цветок орхидей и самку и она будет похожа на него то есть это мимикрия под растения значит чем эти они не считаются самыми простыми животными в культуре есть другие богомолы которые гораздо проще но эти красивые достаточно желанные среднем цена цена за особь сейчас на рынке 3000 рублей ссылку на группу где их приобрести я оставлю тоже в описании значит чем что про них можно рассказать что богомолы бывают самки и самцы и самцы обычно мельче самок и они проходят несколько стадий линек прежде чем стать взрослой особи или так называемые мага на первой стадии линьки конкретно самцы данного вида линяют 6 раз то есть на шестую линьку они становятся самцом взрослым самки где-то на восьмую линьку живут во взрослом состоянии орхидейные богомолы примерно три месяца а самки где-то месяца 6-7 все еще конечно зависит от условий содержания от кормления температурного режима у нас вот здесь высокая температура и частая кормежка поэтому на нас линьку прошел очень быстро определить самца можно не только по размерам но и по сегментам на брюшке у самцов 6 сегментов я потом приложу фотографию она будет в ролике и видите он нас не очень удачно пленял у него нет одной лапки он бедненький вообще они неплохо линяют лапки нет и он поэтому у нас коллега но ничего страшного счастлив ему хорошо нажить вот значит у них есть вот на этом брюшке если считать сегменты то у него примерно шесть сегментов самка будет в два раза больше и крупнее чем прикольный богомолы они конечно не очень активные товарищи но тем не менее они интересны своим поведением тем как они охотятся предпочтительно их кормить летающей добычей это допустим огневки у него здесь осталась коробочка от них но самих огневок там нету вот и они очень интересно их ловят охотятся встают такую позу и не значит не получится его давай друг давай давай я в тебя верю вот они такие все себе интересные вальяжные обычно пока они маленькие их можно кормить дрозофилой потом можно переходить на сверчка ой фунина сверчка на тараканов сверчками кормить противопоказано как выяснилось сверчки переносит вирусную болезнь которая может воздействовать на богомолов мы так несколько штук потеряли и только потом узнали о том что это неправильный тип корма только тараканы и летающая всякая живность вот значит спаривание у них очень быстрое самка самцом держать вместе нельзя надо держать их обязательно раздельно и чем еще характерно для этого вида ему нужна высокая влажность 70 80 процентов можно иногда доводить до 100 вот если вы держите нефть во флорариуме в небольшой емкости которых обычно садки такие бывают то мы берем что-то такое чтобы можно было каждый день опрыскивать субстрат и поддерживать нужную влажность на время спаривания их саживают спаривание происходит быстро через некоторое время самка откладывает оттеку которая должна находиться тоже высокой влажности из нее уже выходит нимфы первых но вернее выходит малыши вот которые начинают линять у богомолов орхидейных первые малыши то есть первая линька они выглядят совсем не так как здесь вот они будут маленькие и маленькие да удаленькие и они будут другого цвета они будут такие красные с фиолетовым очень красивые так что это такая зверюга которая будет радовать вас не очень долго но они классные интересные самое главное что они беспроблемные то есть к человеку они детям и людям взрослым не нанесут никаких повреждений вот такой вот домик у нашего богомола можно придумать ему имя потому что тут все в магазине пытаются ему его как-то наименовать будем рады вашим комментариям на эту тему и пойдем искать корм для богомола он мне кажется служил всем пока оставайтесь с нами подписывайтесь и спрашивайте комбо вы еще хотели узнать